Доброе утро, мои хорошие! У нас сегодня уже 2 апреля, пол седьмого утра. Я сегодня встала пораньше, чтобы до работы успеть много чего сделать. Я уже загрузила посудомоечную машину. Сейчас хочу позавтракать. И сделаю себе масочку для волос, для лица и буду работать. Что у меня сегодня будет на завтрак? Я сейчас заварю себе кофе. Будут 2 овсяно-блина с творожным сыром. Вот с таким творожным сыром. Я уже показывала. Это вот такой сырок, как бы здесь укроп и кусочки маленькие рыбки. Очень вкусный сыр. У меня сегодня будет 2 овсяного оладушка с таким сырком. Сейчас заварим кофе и я выпью витаминку. Витаминка у меня сегодня будет шипучая. Я привозила из Кракова, когда мы с мужем ездили. Это вот такие вот таблеточки. Так, заварим кофе. Обожаю утренний кофе, когда кофе с такой пенкой. Очень вкусный. И сейчас с вами растворим, пока я буду пить кофе, как раз растворится наша витаминка. Выглядит она вот так. Незавидно на камере. У нее, в общем, два цвета. Видите, вверху вот здесь более темная, здесь более светлая. Получается на вкус, как апельсиновый напиток. Ну и ждем, пока полностью растворится. Вот такой у меня получается завтрак. И с витаминами, и бодрящий. И будем готовиться к длинному, и трудовому, и домашнему дню. Так, девчонки, стараемся с утра сделать побольше. Я вот уже немножко подогрела, почти растворилось у меня кокосовое масло. Сейчас хорошо размешаем, чтобы оно растворилось. И будем делать масляную масочку для волос. Видите, когда оно тепленькое, я в горячую воду ставила пиалку. Видите, как быстро, ну, будем считать, что растворилось. Сюда добавляем мы миндальное масло. Я все на кухне делаю. Ну, приблизительно вот. Ну, вот так вот. То есть третья часть от кокосового добавили. И хочу добавить немножко розового масла. Потому что вот это все не имеет никакого запаха. Мне хочется, чтобы пахло. Плюс роза снимает и головные боли, улучшает настроение. И я сейчас вот такую пипиточку масла розового добавлю. Вот, девчонки, набрала масло. Ну, сколько тут? Чайная ложка. Теперь запах будет, я уверена, просто огонь. Так, все хорошо перемешиваем. Понюхаю. Ммм, девочки, просто как будто духи. Оно же концентрированное вообще, розовое масло. А здесь же концентрация более низкая. И все, девочки, вот это вот все мы сейчас наносим на волосы. Минимум на час, а можно на два. Как раз я сделаю все свои звонки через Zoom. Все, успею. С вот такой масочкой. На лицо я сделала скраб. И нанесу, помните, я вам показывала, сейчас открою. Это масло жажоба и виноградных косточек. Я уже половинку, видите, израсходовала. Сейчас как раз вот нанесу. И во время работы можно и пальчиками личко помассировать, и роликом, и гуаша поводить. И, в общем, сейчас организую себе вот такую рабочую спа. Рабочая. Буду делать звоночки. И у нас сейчас уже, это моя посудомойка. Я у нас уже сколько? Без 5,7. Я быстро. То есть у меня еще есть час. Я думаю, сейчас нанесу маску. Еще успею погладить вещи, которые я запланировала. Так что надо спешить. Девчонки, на обед готовлю грибочки. Обжариваю с луком. И буду тушить грибы с белокочанной капустой. Специи по вкусу. Хочу добавить вот эти свои любимые. Мясо не ем, но хоть специи добавлю. В общем, у меня капустка. И обжариваются грибочки с луком. Это быстрый обед. А у деток там здесь свои котлетки делала. Ой, вот так вот карантиним. Самоизоляция. День номер 2. Капуста готова. Сейчас чуть-чуть огнев убавлю. Буквально пару минут. И все. Я ее ни томат не добавляла, ничего. Только соль, специи, грибы. Ну и сама капуста. Как раз вот тут на двух человек. На меня и мужа. Будем обедать сейчас. Потому что я что-то сегодня забегалась. Только закончила проверку всех звонков. Всего. Наконец-то смыла маску. У нас уже без 20 часов. В общем, сейчас буду обедать. Вот так сегодня выглядит мое рабочее место. Мои ручечки, записочки. Сейчас будет еще одна конференция через Zoom с сотрудниками. Единственное, что я попросила детей выйти из комнаты, чтобы я была одна. Только попугай. Я вот Рикарду вдруг решил интенсивно начать петь. Потому что ему грустно-одиноко. И он думает, что я с ним разговариваю. Ну а так, а как вы работаете дома? Я скажу честно. Если скажут, что еще май, так. Я уже с апрелем смирилась. Но если еще скажут май, то мне будет просто очень сильно грустно от этого. Всем здоровья. Не болейте. Еще раз привет, мои хорошие. Прошел второй день моей удаленной работы. Скажу честно, очень сложно. Сейчас уже почти 6 часов вечера. И я устала в два раза больше, чем когда я нахожусь на работе. Почему так? Во-первых, у тебя есть не только рабочая обязанность. У тебя есть еще домашняя обязанность. Что-то убрать, что-то приготовить. Плюс дети дома. У Ярика сегодня были занятия тоже по зуму. Я по зуму сегодня работала. Сын говорит, ты 3 часа без перерыва совершала звонки, разговаривала. Ну вот так вот дома и получается работать. По-другому невозможно. Кстати, девочки, сделала шмаску рано утром. Я с ней просидела, наверное, больше двух часов. Пока звонила, посмотрите, какие веющиеся волосы. И самое интересное, посмотрите, они даже завились не сильно. Я так учерявая. Настолько волосы напитанные, мягкие. Ой, прелесть, прелесть. Лицо тоже наносила масло сегодня. И роликом я покатала. Вот этим нефритовым. И все. Получается, я сейчас совместила до обеда приятное с полезным. Я и работу сделала, и себя в порядок привела. Сейчас вот уже у нас сколько, где-то без 5-6, решила я погладить. У меня вот целая куча моих халатиков, пижам. Буду сейчас гладить я все это счастье. Ой, расшатала камеру. Что хотела сказать. Вообще, если вы работаете дома, то... Не знаю, как люди на постоянной основе. У нас у меня фейк такой был, что уже официально продлили карантин до 15 мая. Я уже была готова просто плакать. Но оказалось, что это только... Ну, как бы ложная информация пока официально до 24-го числа. Но судя по всем предпосылкам, которые есть, что скорее всего-то оно так и будет. До конца мая, а то и июнь захватит. Я, конечно, дико расстроена по поводу отпуска. Не знаю. Я безумно хочу на море. Мы очень сильно хотели поехать куда-то. Не знаю. Да, сейчас важно быть здоровым. Сейчас важно. Все, но так хочется. Вот, кстати, по поводу прогулок. Я второй день не выхожу на улицу, и у меня уже срывает крышу просто. Потому что у тебя вот эта вот готовка, уборка, работа. И все сплелось как бы в один такой большой клубок. Честно, это просто... Я не думала, что у меня так будет. Но я надеюсь, что все это быстро как-то закончится, и мы будем опять ходить на работу. У нас когда в 14-м году наш бывший директор сказал, помню, первый захват города Краматорска, и он сказал, говорит, вы будете еще любить ходить на работу. То есть мы будем скучать, что мы не ходим на работу. И вот сейчас я реально это ощущаю. Не знаю, я куда угодно готова вообще. Куда угодно. Хорошо, что мы хоть ребенка успели свозить в Харьков погулять. Потому что у меня Аня дикий шопоголик. Ей надо в магазин и там такое все. Если бы мы тогда... А муж еще хотел, говорит, давай в апреле съездим. Я как чувствовала. Говорю, давай все-таки, наверное, на 8 марта поедем. Уже как бы все будет хорошо. И мы будем довольны. И в итоге так и получилось. Хорошо, что съездили, потому что Аня была бы... Аня бы горевала больше всех, потому что дико хотела купить себе какие-то наряды. Правда, их носить сейчас некуда. Но это уже как бы второй вариант. А я пока сейчас поглажу вещи. Что еще хотела сказать, девочки? Ну, вообще нужно себя беречь. Я понимаю, что сегодня у нас сколько? Почти 150 новых случаев. 149, по-моему, если не ошибаюсь. Это как бы довольно прилично. Это много. И получается, что заболеваемость только растет. И со вчерашнего дня детям, которым до 16 лет, нельзя выходить на улицу. Потом ограничения. Ну, понятно, что никуда там особо не ходить. Везде впускают только в масках у нас в городе, в банку. Куда бы ты ни пошел, ты должен надеть масочку. Ну, и желательно маску и перчатки. Как в Италии. Ну, это правильно. Кстати, купила маски. Такие интересные. Сейчас покажу. На заказ заказывали. Но сейчас же дефицит с масками, с антисептиками. И мы заказали с коллегами вот такие маски. Она вот такая многоразовая. Ее можно стирать. Она вот так вот одевается. Ну, понятно, да? Мне нравится, что ее можно стирать. И это не марлевая. У меня марлевые есть. Мне марлевые не нравятся, потому что неудобно. А это такая вот... Цена этой маски была 14 гривен. Но она многоразовая. Ее можно постирать и использовать еще. И заказали мы вот такие антисептики. Стоп вирус. Здесь получается 75% это алкоголь спиртовой. Значит, маска одна стоила 14 гривен. И вот этот антисептик здесь сколько? 200 миллилитров стоил ровно 100 гривен. Потому что у нас в магазинах продают антисептики. Вот такая бутылочка. По-моему, 60 миллилитров 100 гривен. Ну, как бы, ну... Я вообще не пойму оправданности этой суммы. В общем, буду гладить. Буду заниматься домашними делами. Не знаю, может, буду сегодня что-то готовить или нет. Я так устала, сидя дома. Кстати, у меня дочка такие календарики делает. Хотела вам показать. В общем, вот такой листик. Вот это скотч. И на скотче наклеют вот такие вот листовочки. И получается, ты их срываешь. И вот здесь вот написано... Уборка. То есть она уберет то, что я попрошу. Слеплю. То есть слепит какую-то поделку. И милая вещь какая-то. И вот еще у меня на два дня две вот такие вот открывашки. В общем, пытаются радовать меня, делать мне какие-то хорошие вещи. Ну, девчонки, будем гладить. Будем готовить красоту, чистоту дома. Мои хорошие, все-таки нужно дома не только сидеть, а все-таки какой-то спорт. И так как какой-то гимнастики такой особой нет, решила, что позанимаюсь на своем тренажере. Арбитрек. Ну что, не зря же мне его муж года три назад подарил на день рождения. Ну что, приступим, будем спортсменами. Залазим. Поехали. 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 Продолжение следует... Анютка тоже любитель заниматься. Каждый день, да, Дотя? А что, где белки наши бегать? Какие белки? Ну ты мой бельчонок. Знаете, как есть такая собака Хаски, она должна обязательно, сколько там, 10 километров набегать в день, иначе она себя плохо чувствует. Вот так и моя Анюта, ей нужно где-то ходить. Но так как сидим дома, сколько ты, раза три в день, да, залазишь на арбитрек? Я вот, когда там таймер засекаю себе на где-то больше 16 минут. В общем, бегает Анютка, спортсменка моя. В общем, на 16 минут где-то завожу себе таймер. А потом дальше, да? Нет, я иногда в этих 6 минут больше 16 минут, и вот иногда просто делаю как-то перьем, просто иногда просто слезаю из тренажера, через пару секунд посидел на диване и попер петь. Спортсменка.